Всем доброй ночи! Дорогие друзья, вы видите перед собой камень, нарисованный на камне глаз. Кроме всего прочего, ткань, кусок черной ткани и черная лента из той же ткани. Это воск. Нет, не страшно. Три восковые свечи. Алтарь черный, темные свечи. Вы можете поставить восковые свечи. Это для простых людей. В нашей жизни, чем ярче человек, чем талантливее, чем востребованнее, чем интереснее, тем больше ненависти, злости, зависти, беспочвенной агрессии к этому человеку. Дорогие друзья, было время, когда Некрасов был очень известен и востребован. Его произведения читали всюду, заказывали его книгу все уважающие себя, скажем, тварянские роды, богатые люди. Его издавали, о нём писали газеты, и его современники ужасающе ненавидели его. Хотя в число этих завистников входили люди, которые неплохие были, скажем так, поэты, писатели, публицисты. Они тоже в своём роде были очень известны и не бедны. Но у них вызывала ненависть и зависть тот факт, что человек, хоть и дворянского было происхождение, но, как его называли, выскочка, непонятно откуда появившаяся, который завоевал такую любовь народа. Газеты внезапно стали издавать якобы отзывы читателей, которые были на самом деле заказны. После его смерти было это всё раскрыто. Такая была ненависть и за глаза, и в собраниях желали ему смерти, желали ему смерти ужасающей. Писали, что будут доводить его всеми способами, методами. Исключали его из определённых кружков, из собраний писателей и поэтов. И в конце концов его такая чувственная душа не выдержала. И он слёг. Он слёг с онкологии. Злорадствовали, писали, что наконец-то он получил по заслугам. И что они счастливы, что он дохнет прямо так. И знаете, что интересно? Те люди, которые так его ненавидели, в итоге все умерли от онкологии в жутких мучениях. То есть то, что они с такой ненавистью, с такой завистью и с таким желанием видеть его в гробу высказывали, это всё обернулось против них самих. И все эти люди друг за другом ушли разными онкологическими заболеваниями. Ненависть к нему была настолько велика, что даже после его смерти выкопали его любимую собаку, труп любимой его собаки, и раскромсали. И тот, кто это сделал, гордился собой и говорил везде, что даже собаке Некрасову не дали спокойно уйти в мир иной. Вы можете представить, насколько может быть жгучей, насколько может быть яростной зависть и ненависть людей к людям, которые впереди них, к людям, которые талантливы? Ненависть и зависть свели в могилу Айседору Дункан. О ней писали всякое, злорадствовали. Когда её дети вместе с няней утонули, а произошло это так, что водитель вышел посмотреть, какая проблема машины, которая не ехала, остановилась возле реки Сена. И машина скатилась в реку, скатилась в реку с её, то есть малолетними детьми и с няней, и они не спаслись. И до конца жизни она сходила просто с ума, некоторое время отдавалась алкоголю, потом приходила в себя, брала себя в руки, и её единственная надежда была в том, чтобы родить ещё одного ребёнка и как бы пережить этот момент. Но ребёнок её, третий ребёнок, родился мёртвым, и, собственно говоря, её надежда на этом закончилась. В скором времени мы знаем, что её постигло. Зависть – это ужасающее чувство, чувство собственной неполноценности. Люди, которые могут контролировать свою зависть, они уже доросли духовно, они сильные личности, они действительно личности состоявшиеся, потому что у каждого человека возникает чувство зависти. Но человек зрелый сильно себя тормозит и останавливает, останавливает и как бы приводит себя в норму. Человек зрелый духовно уже, знаете, на высоком уровне, на высокой планке, он говорит себе, это не у меня отобрали, это не моё забрали, если я просто тоже хочу так, я должна просто на примере этого человека так же подняться, и у меня тоже получится. Это человек зрелый, это человек уже духовно выращившись, извиняюсь, уже как бы духовную планку достигший, который может себя контролировать и привести в порядок. Дорогие друзья, зависть учёные называют рак души. Этот рак души охватывает всю душу и уничтожает. Через это чувство приходит определённый демон. Это один из самых злобных демонов, который овладевает человеком, и человека начинается с сумасшествия. «Одержимость с тобой, ненависть к тебе настолько жгучая и настолько беспричинная, но она настолько опасная, настолько много посылов, настолько много желаний нагадить на твоё имя, на твою жизнь». То есть всеми методами, способами были известны случаи, когда люди на улице просто накидывались, пытаясь навредить. Когда люди, зная, что их снимает камера, могли подойти, значит, и разбить в дребезги машину, даже зная, что их за это поймают и как бы оштрафуют, а может, и посадят. Оно настолько овладевает человеческой душой, вот этот демон злобой, да, что человек уже не контролирует себя. Он не понимает, как он выглядит ужасно, как он выглядит смешно где-то, как он выглядит свирепо и нездорово со стороны для людей. Он этого не осознаёт. У него единственное желание, чтобы вас на земле не было. Просто физически, чтобы вас не было, поверьте мне. Не то, чтобы увидеть вас, скажем, сломленным, там, бедным уже, да, уже таким несчастным и никчёмным. Нет. У таких людей одно желание – довести вас любыми способами. С плетнями, злобой, ненавистью, порчей, желанием зла. Они могут нашептать. Вот есть человек, например, на балконе сидит, смотрит, сосед пошёл в красивые куртки, одеты весь, да, и пошёл к своей дорогой машине. А у неё муж-алкаш, который валяется с утками, бьёт её, забирает деньги, и она несчастлива, у неё внутри ужасающая бездна, боли, отчаяния. И она может вот просто в спину ему пожелать столько всего зла. Спрашивается, почему? Потому что ей хотелось бы, чтобы у неё рядом был такой мужчина, такой сильный, такое плечо, а нету его. И пусть он сдохнет, чтобы у него было вот так-то. Поверьте мне, может быть настолько сильный посыл этой ненависти, что человек может разбиться. И вот зависть – это ещё одно проявление порчи, но это такая вещь, когда специально не делается, специально не ходишь. Ну, есть, конечно, некоторые моменты, когда специально зарывают твои фотографии, там что-то начитывают. Мы сейчас говорим не о порче, мы сейчас говорим о посылах вот этих ненавистных. Эти ненавистные посылы могут простого человека привести к болезням. Могут закрыть дороги, могут закрыть денежные пути. До такой степени, друзья мои, что могут домашние животные заболеть. Они могут вести себя неадекватно. Они могут агрессировать. У вас дома начнут разбиваться предметы, потому что этот сгусток отрицательной ненавистной энергии, который идёт прямо потоком на вас, он способен очень многое поганить. Вот у вас ни с того ни с сего блюдце перевернётся, разобьётся. У многих были такие моменты в жизни. Особенно после ругани дома. Вы чувствуете, что у вас дома начинается какая-то нездоровая обстановка, какая-то ругань, какая-то ненависть. Вам не хочется пролететь домой. До такой степени стены давят. Вы чувствуете, что над вами прям сгущаются тучи. Все начинают с вами ругаться. И вы со всеми ругаетесь. У вас начинается агрессия, ненависть ко всему живому. Это всё вот эти чёрные посылы, которые на вас направляются. Не обязательно быть миллиардерами. Не обязательно быть, не знаю, любовницами королей, чтобы вам завидовали. Поверьте мне, вам могут завидовать просто потому, что вы талантливый человек. Просто потому, что вы, пройдя какие-то трудности в жизни, не сломались. Вам могут даже за это завидовать, понимаете? Вам могут завидовать за то, что вы отдаёте душевное тепло людям. Вам могут завидовать, что у вас хороший ребёнок. Вот поверьте мне, зависть может быть. Ну, по-всякому. Я помню женщину, которая мне говорила всё время, когда у меня в садике ещё был сын. Мы пошли туда, и у меня ребёнок то стихи рассказывает, то медведь изображает, то ещё чего-нибудь. Талантливый мальчик. И она мне столько раз сказала, ой, как я вам завидую, а мой-то оболтаюсь, дурачок, ничего не может, даже стихи не запоминает. Ой, у вас сын на зависть. Понимаете, всё время это повторяло. Мне было это неприятно. Ничего не случилось, поскольку вы знаете, что я человек непростой, и до меня это не долетает. До меня не долетает, может долететь до моих предметов, поверите. Может предмет треснуть дома, вот просто так, ни с того ни сего, на глазах. И ты понимаешь, что начинается вот этот посыл ненависти к тебе, ненависти. Лучше это снимать, лучше это убирать. Даже если вы сильны практикой, уверены в себе, время от времени вам этот вот этот независливый поток энергии и ненависти отправьте им обратно. Этот ритуал основан на ритуале моей бабушки. Но я немножко доработала, я немножко делала слова, многие слова из-за её заговора. Но поскольку я напрямую не вправе это передать вам, я немножко видоизменила, чтобы получилось, что якобы, как бы я дарю не её заговор, а свой. Понимаете? Ну, опасно, немножко наказуемо, что я отдаю вот такие вот заговоры своих предков. Я за это несколько раз по шапке получала, я знаю, что это такое. Поэтому я немного видоизменила. Где я видоизменила, говорить не могу. Но, прочитав весь этот заговор, вы уже очистите себя от чёрного сглаза. Вам станет настолько легко и хорошо, вы даже представить не можете. Для людей, практикующих, это очень сильно просто повлияет и очень сильно пойдёт обратный удар. Для людей простых точно такой же удар пойдёт обратно, если они это сделают для себя, да? Но время от времени нужно будет повторить. Но для практикующих людей проведение этого ритуала, для врагов, практикующего человека, очень чревато. Оно идёт такими посылами, что просто косит больницы, аварии, денежные потери, жуткие вещи. Потому что её сила, она несравнима с силой простого человека, согласитесь? Но для простого человека этот ритуал даст не менее сильные результаты. На некоторое время совершенно заткнутся. Начнутся проблемы, закроются денежные дороги, начнутся у них непредвиденные расходы. Столько будет бедствий, что им уже будет не до вас. Самая интересная прелесть, что они даже не поймут, откуда это. Потому что человек, когда завидует, ненавидит, он вот это всё это послал, стало легче, забыл, переключился на другого, туда послал, стал. И он даже не знает, откуда удар-то идёт. Но удар идёт. Для этого моя бабушка брала камень. Нужно было углём начертить глаз на камне. Я начертила маркером тёмным, чёрным маркером, не имеет значения. На камне чертили глаз, капая воск. Вот эти все три капая читали. Вот сколько вам нужно будет, да, дочитывать. То есть на три свечи, чтобы хватило. Если свеча третьей закончится, вы дочитаете просто уже, который начатый заговор. В конце нужно это всё завернуть чёрный материал. Завязать вот этим же чёрным шнурком. На следующий день, ну точнее ночью делайте, днём относите. Отнесите к воде, к стоячей воде, то есть к воде, к пруду или там к озеру и так далее. Кидайте туда определёнными словами, я вам скажу, какими. И удар пошёл. Удар пошёл обратно. Вам станет очень легко. Просто вы почувствуете это. Люди, у которых не получится сделать, да, предположим, значит, у них более серьёзные проблемы, значит, их уже заказали и делают более страшные вещи. Но в основном, в принципе, у простого человека должно получиться. Если это зависть, это только зависть людей, если это посыл из зависти, оно уйдёт ударом обратно, вам полегчает. Каждый раз, когда над вами туча сгущается, вы чувствуете, что просто душит со всех сторон, это ненависть и зависть людская, проведите этот ритуал. Просто камень, любой камень найдите. Нарисуйте на камень глаз, капая воском на камень. Это не лить воском, это совершенно другое, это совершенно другое. Вы закрываете этот глаз, вы как бы вредите глазу, который на вас смотрит с завистью. После, со всем этим воском, с этими агарками, свечей, всё, что осталось, завязать в узел и в течение этого дня отнести к пруду, к воде, которая стоит. То есть обязательно, это обязательно условие, это не река, это не какой-нибудь там текущая вода, это вода, которая стоит. И как только это будет брошено в воду, удар он уже и так пойдёт, но окончательный удар и начало работы будет, когда вы кинете воду. То есть камнем кинет эта зависть под воду. Вам так полегчает, что вы сами удивитесь. Даже те люди, которые думают, что им нечему завидовать и не надо, но чувствуют внутри какую-то тяжесть, проведите, это не лишнее. Проведите и вы убедитесь, что каждая яркая личность завидует и очень смертельно завидует, я бы сказала. Итак, начнём. Берём свечу, зажигаем. У меня чёрные свечи, вы можете взять восковые свечи поставить. И если у вас будут восковые свечи, подождите, пока они догорят тоже, и всё это вместе кините в мешочек. Капаем и говорим. Видите, даже потухает до такой степени она сильная, что уйти не хочет, а придётся. Оля Якши и чёрт рыцарь придёт, покружит, на алтарь сядет, мне в подмогу, поспешит к моему порогу. Если свеча начинает коптиться, это энергетика, вот эти все сгустки, которые есть у вас дома, они всё собираются в этот воск и капают на глаз, понимаете? Вы эти все сгустки с дома собираете, то, что на вас идёт, на ваших близких, на ваш дом, на ваше имущество, на всё. На всё, что предмет зависти, неважно, сколько там людей. И когда свеча начинает коптиться и тем более начинает агрессивно гореть, это говорит о том, что собирается вся эта сгустка энергии сюда, на камень. Чёрная зависть, ненависть, недругов, соберись воедино, лейся через воск. На камень, алатырь, под камень уйди, навек пропади. Ой, я чёрная зависть, ой, я людское зло, сгорело, сгорело и обратно пошло. Теперь смотрите на моём примере, какая агрессивная свеча в моём ритуале. Ведь я себя в данный момент снимаю, даже если показываю вам, да, как эксперимент. Продолжаем. Лопни, глаз злобный, и сохни, завистник, зачахни и сдохни. Злой ненавистник, чёрный ночью, воск плачет. Восковой слезой зависть чёрная чахнет и сохнет, а завистник и сдохнет. Иди воском, и сжарься огнём, иди под камень, алатырь. Будет такое ощущение, что вы холодеете. Такой холод наступит, спокойствие, как из плеч уйдёт груз. Легче становится сразу же, и очень становится легче. Сомкнись, чёрный глаз, вот тебе мой наказ. Кто завидует мне, тот в гроб ложись, то ли лишись, и сохни, и сдохни. По миру пустись, меня не коснись. Сгори, чёрная зависть. Кто тебя послал, кто тебя обратно, тот тебе обратно себе прибрал. Изо рта твоего вышло, да тебе же вдышло. Ненависть обратно отправься. Чернота к пославшему направляйся. Иди, иди на камень сойди, под камнем навеки пропади. Вернись стрелой обратно, вернись им бедой по стократно. Оля, я кши, и чёрт рыцарь, вот тебе мешок. В мешке чёрный глаз спрятан. Забери. Да пославшему обратно отдай. Навеки им передай. Да сто раз сверху добавь. А меня от зависти от чёрного глаза избавь. Да будет так. Да будет так. Да будет так. Заклято, заклято, заклято. Навеки заклято. Истинно. Остальные два я ещё сделаю. Пока вам объясню. Потом это всё собирается в мешок, завязывается чёрной лентой. Уносите в течение дня, топите, кидаете в прорубь или в пруд и говорите «Утонул глаз чёрный, да зависть людская, и им обратно стрелой вернулась». Да будет так. Кидаете тринадцать монет одинаковых. Десятки это будут, пятёрки это будут. Тринадцать одинаковых монет. И говорите «Откупаюсь». Отвернитесь и уходите. И вы увидите, что будет твориться в жизни тех людей, у которых к вам жгучая ненавистная зависть. Я им не завидую. Всем удачи.